Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Наконец-таки я решился вам показать торт муссовый с велюровым покрытием, развлекаясь вот с этим строительным краскопультом уже два месяца. Тортов приготовлены и съедены настолько, что на весы страшно становиться, можно сломать, но они получаются вкусные. Внешний вид от раза к разу все краше и краше. И я думаю, что как начинающий кондитер могу вам показать этот рецепт с объяснением тех ошибок, которые я совершал, чтобы вы их не допустили. Итак, торт будет муссовый на основе лимонного курда с клубничным компоте. Я купил замороженную ягоду. Собирать буду на фисташковом корже, так как компоте перед сборкой должен застыть, даже замерзнуть. Начну с него. Желатин в холодную воду на четыре-пять минут, а ягоды отправляю в микроволновку на одну минуту. Можно было бы их предварительно разморозить, но у меня на это не хватило времени. Теперь порежу кусочками размером с лесной орех. Перекладываю в кастрюлю. Сок смешаю с крахмалом. Нужен холодный, ну в крайнем случае слегка теплый. А к ягодам добавляю сахар и включу нагрев. Крахмал надо размешать и в кастрюле его. А с лимона обдираю цедру. Она пойдет в мусс. Ну а сок лимона выдавливаю к ягодам. И перемешать. Смотрите, сахар растворился, снимаем с огня. Все. Сюда отправляю набухший желатин и перемешиваю до растворения. Ну все, как видите, очень просто. Теперь маленькая деталь. У меня торт будет собираться на фисташковом корже, поэтому думаю, что в компоте можно добавить немного орехового аромата. У меня есть ликер аморетто. Немного. Если у вас его нет или желания добавлять не имеется, смело пропускайте этот пункт. Перемешиваю. Все, с компоте закончил. Надо отправить его застывать. У меня есть вот такое вот кольцо. Затяную пищевой пленкой. Чтобы она приклеивалась к кольцу, немного воды на стенке. И затянуть. Кольцо сразу на жесткую доску, чтобы ничего не выливалось. Сюда компоте. И можно убирать в морозилку до застывания. Это на час примерно. Что касается заготовок. Компоте можно приготовить сразу много, если у вас несколько форм. Разлили его по формам, отправили в морозилку. Он застыл. Из формы вытащили, в пищевую пленку завернули. И храните в морозилке до тех пор, пока вам не захотелось приготовить тортик. Заготовка. Ягоды можно использовать любые. Какие найдете? Малина, клубника, вишня, черника. Сахара добавляете по вкусу. Я в описании оставил информацию примерную. Потому что ягода разные вся по сладости. Лимонный сок тоже по вкусу добавляете. Теперь к коржу. Духовка уже греется до 170-180. Верхний и нижний нагрев. Сначала фисташки надо измельчить. Что касается теста для коржа. Его можно и лопаточкой перемешать в чашке. А можно чашку не пачкать. И сразу вот сюда положить муку, сахар, разрыхлитель, масло, яйца, кардамон и йогурт. И вжигнуть секунд на 10-15. Все, тесто готово. Руками такое замешивается максимум за минуту. Но потом же еще и лишнюю чашку мыть. Форма для кексов у меня вот такая, раздвиженная. В самом меньшем размере она все равно чуть побольше в диаметре, чем кольцо, в котором я сейчас компоте морожу. Чтобы проще было отделить корж, я его на бумаге выпекать буду. А чтобы с формой совладать, основание из фольги будет. Тесто сюда. Разровнять, конечно, надо. И в духовку. Вверх и нижний жар. Время выпечки зависит от реальной температуры в духовке и от толщины теста в форме. Можно сразу приготовить заготовки. Увеличить количество ингредиентов для коржа в 3 раза. Выпекать в такой же форме, но толщина будет больше в 3 раза. Выпекаться, конечно, будет дольше. У меня вот 20-25 минут займет. В большой толщине, ну, 40-45 минут может быть. Проверяем готовность спичкой. Проткнули, высходит сухая, значит, все готово. Потом вытащили этот корж. Разрезали его на 3 блина после остывания. 2 блина заморозили, завернув в пищевую пленку. Вместе с компоте полежат до следующего тортика. Один используйте сегодня. Я пока приготовлю пропитку. Цедру лимонную отру. Сок выдавить. Сахар и воду в кастрюлю к соку. Доводим до кипения, дожидаемся растворения сахара и снимаем с огня. Ну, смотрите, растворился, значит, пора. И цедру сюда. Все, пропитка готова. Пропитку можно делать из лимона, из лайма, из апельсина, что вам в голову взбредет. Еще важный момент. Внимание. Не надо добавлять цедру сразу в кипящий сироп. При кипении аромат очень быстро теряется. Если добавляем чуть остивший, то запах лимона будет гораздо сильнее. Еще момент. Коржи, ваши кексовые основания для торта после выпечки, нужно остудить. Они во время этого процесса немного уменьшаются в размере. Если вы хотите, чтобы с эстетической точки зрения ваш торт на разрезе выглядел на все 100, то есть диаметр шайбы из компоте соответствовал диаметру вашего коржа, то выпекайте корж в форме немного большего диаметра. А потом перед сборкой, просто из большего коржа, вырежете той формой, в которой вы замораживали компоте, шайбочку диаметром точно в ее размер. Кекс готов, и он уже даже остыл. Надо срезать верхнюю подрумянинную часть, в торте корочки не нужны. И вот это можно пропитывать. Что касается срезанной части, она вам пригодится для украшения торта, если у вас нет вот такого краскопульта. Если есть, то просто стрескайте все остатки. Сейчас занимаемся лимонным курдом для мусса. Желатин залью холодной водой на 4-5 минут. Все яйца переколоть в кастрюлю, и цедру лимона надо ободрать. Она отправится сюда чуть позже. Сок лимона тоже в кастрюлю. Чай сок пока оставляем. Сахар сюда. А теперь прогреваем это на слабом огне при постоянном помешивании. Кастрюлю с толстым дном для равномерного прогрева. Происходит это загустевание обычно в районе между 68 и 74 градусами. Перегревать нельзя. Яйца сварятся. Дно греет эту смесь достаточно быстро. Дно костюля. Вот чтобы в районе дна яйца не сварились, помешиваем, не отвлекаясь. Если у вас плита газовая, и при этом еще и растекателя нет, лучше готовьте курд на водяной бане. Как только загустело все, снимаем с огня и добавляем желатин. Продолжаем помешивать до растворения. А как только желатин разошелся, добавляем оставшийся лимонный сок и ваниль. Вместо ванили, ванильный сахар или ванилин, что найдете. Перемешиваем до однородности. Теперь надо дождаться остывания этой смеси до 32-35 градусов. И только после этого добавлять сливочное масло, размягченное. Если добавлять сейчас, то из-за горячей этой смеси масло растает, расслоится, и вы однородный курд уже не получите. Пока процесс остывания идет, я займусь сливками. Они очень хорошо охлаждены. Взбиваем сначала на маленькой скорости, а затем ускоряемся. Для муссовых тортов сливки лучше взбивать без фанатизма, если они будут оставаться текучими, взбитыми, но текучими. А мусс готовый будет такой более нежный. Вот такое вот состояние в самый раз. Пусть пока постоят. Как только я смешаю холодные взбитые сливки с курдом, с мусс, значит, моментально застывать. Поэтому, прежде чем заниматься этой деятельностью, нужно все подготовить. То есть и компоте достать, вытащить из формы, и корж обрезать по размеру, и даже пакет для мусса приготовить, чтобы он удобно лежал. Собирать этот торт буду в силиконовой форме, но это не обязательно. Какая у вас есть, такой собираете. Хоть в кольце, в металлическом. Температура курда в норме. Масло сюда. Смотрите, как красота. А теперь подготовились, и все делаем очень быстро. В большую чашу перекладываю курд, потому что именно сливки надо будет к нему добавлять, а не наоборот. Сливки-то холодные, их много. Если это вот небольшое количество курда, мы вот в холодную чашу плюхнем, то сразу то место, которое курда соприкасается с этой кучей холодных сливок, застынет комками. И потом, как ни перемешивай, однородного мусса вы уже не получите. Поэтому положил часть сливок к курду, перемешал, добавил еще, еще перемешал. Отлично. Видите, какая консистенция? Часть мусса сразу в пакет. Это одноразовый кондитерский мешок. Я купил на Алиэкспрессе. Очень удобно. Умыть ничего не надо. На дно формы мусс и отправить ее в холодильник. Ненадолго. Минут 5-7. Чтобы вот эта вот часть мусса встала. Чтобы компоте в этой муссе не утонуло. Вот так вот выглядит подстывший мусс, видите? Кладем сюда компоте. Гладкость стартную кладу вниз, чтобы разровнять, проще было сверху. Выкладываем мусс. Выкладываем донышко, основание и кладем из пакета оставшийся мусс. Чтобы мусс хорошо заполнял форму, надо ее обстучать. Остатки мусса можно заморозить вот в таких маленьких формах. Сразу сделаю несколько лепешек оснований. Это из верхушки, которая оставалась, видите? Все. Убираем торт в морозилку минимум на 8 часов. Я его оставлю там до завтра. До завтра в данном случае это и временной промежуток, и прощание. Продолжаем разговор. Сегодня нужно покрасить торт краскопультом. Если у вас его нет, и вы при этом сохранили вчерашние обрезки от коржа, а я надеюсь, вы это сделали, то сегодня вы делаете следующее. Я показывать не буду, просто расскажу. Подсушивайте эти самые коржи в духовке или просто так на воздухе. Измельчаете их блендером в порошочек. Добавляете какао, например, порошок сухой для того, чтобы окрасть его в коричневый цвет. После чего вытаскиваете торт из морозильника. Прогреваете его, к примеру, феном, чтобы поверхность немножко потаяла, чуть-чуть быстро горячим феном. И после чего обсыпаете этой крошкой. И убираете минут на 5-7 в морозилку, чтобы она приклеилась. После чего перетаскиваете, переносите его из морозильника в общую камеру холодильника. Это торт, и он у вас размораживается. В зависимости от высоты, толщины, слоя. Там от 4 до 8 часов он будет размораживаться в холодильнике. После чего едите с удовольствием. Я же буду работать с обычным строительным краскопультом. Вот здесь у меня белый шоколад, здесь какао-масло, а здесь пищевой краситель. Вот насколько бы проще было купить какао-масло и пищевой краситель в России, вы себе не представляете. Выбор магазинов, интернет-магазинов для кондитеров в российском сегменте интернета просто на порядок больше, чем в испанском. Я не знаю, с чем это связано. И вообще, меня крайне удивляет ценообразование в Европе. Вот этим летом мы собрались и таки поклеили обои в спальне. Выбрали их через интернет. Европейский производитель, английский, кстати, по-моему, забрались к нему на сайт, на сайт производителя. У него есть их фирменный магазин. Посмотрели, застрелились. Цена за рулон обоев вот убийца. Эти же обои, эта же окраска, этот же цвет, этот же артикул, этот же производитель в российском интернет-магазине в два раза дешевле. Вынуждены были заказать знакомому, которые привезли нам этот самый рулон, рулоны эти, сюда и мы их поклеили. Представляете? То есть, эти обои произведены здесь в Европе, были перевезены в Россию, уплачена пошлина, уплачен там налог. Дальше магазин, российский магазин накрутил свою маржу. После этого продал нам обои в два раза дешевле, чем здесь, на месте у производителя в магазине. Чем они думают? Как они думают? Я просто не представляю. Короче, надо растопить какао масло в микроволновке. Греем раздельно. Не удивляйтесь ложке. Ложка должна быть в этой чашке. Вот смотрите. Видите? Если вы греете жидкие штуки, нельзя жидкие стаканы, жидкие продукты убирать туда без ложки, потому что ложка выступает концентратором. Такие рекомендации производитель для вашей безопасности делает. Когда вы жидкую среду какую-то, воду в данном случае, нагреваете или охлаждаете сильно, если она при этом находится в покое, если ее не трясти, и если в ней нет концентраторов, на которых может происходить концентрация какого-то, фазового перехода, то и нагреть ту же самую воду можно до температуры выше 100 градусов без кипения, 101-102 градуса, и охладить ее можно до температуры ниже 0 без образования куска льда. Наберите в интернете, посмотрите, там волшебная вода еще какая-нибудь. Берут бутылку с водой пластиковую, охлаждают ее, не дергая, не тряся, потом ее берут аккуратненько, щелкают по ней пальчиком, и моментально образуется кусок льда. Это как раз к тому, что вода была охлаждена ниже 0, не обратилась в кусок льда, в ней не было никаких концентраторов, это чистая вода. Щелкнули, тряхнули ее, и образуется процесс кристаллизации. С нагреванием то же самое происходит, извините. С нагреванием то же самое происходит, а если там есть ложка, то процесс загибания начнется как раз от ложки непосредственно. И не бойтесь, что она там что-то сгорит. Прогорает металл только очень тонкий. Фольгу, например, положили, или, допустим, бабодок на нарисованной тонкой фольге, потому что это вихревые токи идут по поверхности. Чем тоньше эта поверхность, тем сильнее получается сопротивление, тем больше нагрев. С ложкой ничего не случается, если она там находится. почему я грею импульсами? Потому что микроволновка все-таки неравномерно прогревает все это дело. И если греть сразу долго, то какое-то место в этом может перегреться, а перегревать ее нельзя. Температура плавления масла гораздо выше температура плавления шоколада, поэтому вместе их греть нельзя. Сложите все в одну чашку, будете греть. Шоколад уже растопился, масла еще нет. Вы дальше продолжаете греть и тем самым сожжете шоколад. Смотрите, масло растопилось отлично. Теперь по той же самой схеме с шоколадом работаем. Но в случае с шоколадом, с белым, ложку оставлять там не стоит, потому что шоколад греется гораздо быстрее и на ложке он может подгорать. И обязательно перемешиваем между каждым циклом прогрева. Это важно. Шоколад надо греть до температуры 46-48 градусов. Белый шоколад. Все растопил, теперь смешиваю. Вот так. И теперь окраска. Для того, чтобы цвет был более плотным, можно сначала в эту смесь добавить белого пищевого украсителя, он уплотнит как бы эту краску, а затем добавлять уже цвет. мусс у меня лимонный, поэтому желтый цвет добавлю. А чтобы краска ложилась более плотно, чтобы сам по себе цвет был более плотный, добавлю белил. Вот так. краситель, который дает цвет вашему торту, должен быть жирростворимым или, по крайней мере, гелевым. И все это блендером до однородности. Рабочая температура такого велюра, то есть на белом шоколаде с таким соотношением 35-36 градусов, вернее, начальная рабочая температура, он будет работать до 30, он же постепенно вставает в процессе. Если вам не хочется возиться с красителями, вы почему-то от них шарахаетесь от тычевых красителей, можно приготовить такой же велюр на черном шоколаде. Тогда у вас будет коричневого цвета велюровое покрытие. Для велюра на темном шоколаде температура немножко повыше, начальная, там 37 градусов. Теперь очередной лайфхак. Для одного торта велюру понадобится 150-170 грамм для одного торта такого размера. А банка краткопульта у меня здоровенная. 800 литров отметка, то есть вот такой здоровый. А краски у меня сейчас вот так вот здесь, да? Поэтому, что я делаю? Я беру этот стакан и запихиваю его в банку. Придется, конечно, кайшки сейчас подогнуть. Вот. Что происходит? Если бы я эту краску перелил в банку, то она бы распространилась по вот этому широкому дну, на стенке, стенки для себя клеила, и процентов 15-20 краски из этого мною отмеренного количества осталось бы на стенках банки. Я бы не смог ее использовать. А как алмаз достаточно дорогое. В стакане же площадь дна маленькая, соответственно, остаток будет меньше. Меньше, по крайней мере, я стакан не буду переваривать, чтобы краска не вылилась. Меньше, по крайней мере, раза в 4, наверное. То есть экономия происходит от дорогого какао-масла и дорогого шоколада. Теперь, что касается рабочего места. Когда краскопультом работает, все вокруг краски, сами понимаете. Поэтому нужна картонная коробка. Из нее мы делаем экран. Можно пиццу заказать, стрескать, а коробку использовать. Вот смотрите. На стол я застрелил лист пергамента. Сюда поставил банку, на нее поставлю торт. А коробка, видите, уже использовалась для предыдущих тортов. Это коричневый или шоколадный велюр на ней остался. Ну, как-то так. Температура уже правильная. Собираем краскопульт. Диаметр сопла моего 2,5 мм. Чем диаметр сопла меньше, тем более такой тонкий, что ли, аккуратный велюр получается. Чем крупнее, тем крупнее размер капли. Для крупных тортов это не страшно, а для маленьких пирожных, если соберетесь красить, крупные капли смотрятся, ну, как-то грубовато немного. Значит, все, я собрал, все подготовил, и вот только сейчас достаю торт из морозильника. В тепле на ледяной поверхности очень быстро у вас образуется конденсат. А на конденсат краска плохо ложится. Поэтому сначала все подготовили и лишь затем вынули. сюда его. Мы начали. Красить лучше в два этапа, с перерывом, там, в 5-7 минут. Когда вы краскопультом работаете, он гонит воздух, воздух помещения. Воздух достаточно теплый. В результате краски много ложится, она крупными каплями начинает собираться. Поэтому лучше небольшой слой нанесли, ну, скажем, половину этого объема, убрали в морозилку на 2-3 минуты, чтобы схватился этот слой краски. Вынули и опять продолжаете. Вот из-за этого перерыва, 3-5-7 минут, пока у вас в морозилке, у вас-то краска в краскопульте остывает потихоньку. Я и говорю, что начальная температура нужна повыше, 35-36 для этого, а до 30-ти она остынет и будет все еще рабочей. Впрочем, можно не заморачиваться, красить в один прием, тогда капли соберутся вместе и ювелир будет крупнокапельным, так сказать. Ну, кому что нравится. Все закончил. Торт отправил в морозилку минут на 10 теперь. После чего перенесу его из морозилки в общую камеру холодильника и оставлю оттаивать. Пробовать буду уже во вторую половину дня. Оставайтесь с нами. Ну, и теперь можно попробовать эту красотень. Желтенький, как лимончик, как мне кажется. Такой классный аромат лимона. Классный аромат клубники. И аморетто тоже чувствуется. Отлично. Вот я не люблю всякие чрезмерно сладкие торты. А здесь так чувствуется лимон, цедра его чувствуется. Просто супер. Мне это дело очень нравится. И вот этот корж, пропитанный тоже лимонным сиропом. Нет, торт сладкий. Сладкий. Но при этом он еще с ярко выжженной такой вот кислотой лимона. Вкусной кислотой. Знаете, бывают вкусные лимоны, бывают так себе, просто кислые. Вот ощущение очень вкусных лимонов за счет сахара, за счет концентрированности вкуса, за счет клубники, в конце концов, вот этой свежей клубники. Она была заморожена, но я же ее не варил фактически. Я довел до кипения, тут же выключил. Поэтому ягодки остались целенькими. Это классный торт. Готовится долго, конечно, долго надо ждать, но, как видите, ничего особенно сложного нет. И даже украшать так тоже для первых разов я бы не стал, наверное, просто если вам хочется по поводу. Потом уже со временем завелись краскопультом и сделали. И, в конце концов, изготовление таких тортов можно поставить на поток и на этом зарабатывать деньги. Есть у вас в городе такие вот тортики классные? Значит, еще важный момент. Моя форма, вот эта вот силиконовая, имеет объем 1740 миллилитров. Поэтому все продукты, которые я буду писать, это не из расчета на эту форму. Если вам потребуется на другую форму, пересчитывайте. Не обязательно в силиконовый собирать. Можно собирать в обычной кольцевой. Затянули пленочкой и делаете. Тоже никаких проблем в этом деле нет. И вот это покрытие велюровое, оно красивое, конечно, оно эффектное, но по вкусу это просто белый шоколад. Просто белый шоколад. И здесь настолько тонкий слой этого самого покрытия, что как такое вкус белого шоколада практически не чувствуется. Поэтому это декорация чистой воды. А можно покрыть и глиссажем, как я показывал в предыдущих роликах с тортами своими тортами. Короче, осваивайте новое для себя дело, не останавливайтесь только на колбасных делах и наслаждайтесь жизнью, радуйте близких. Огромное спасибо за компанию. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok